Здравствуйте, друзья! Как всегда в это время в прямом эфире на Финам.ФМ программа «Вдоли» с Туттой Ларсен. Как всегда у нас в гостях удивительная, фантастическая, прекрасная женщина, и при этом высокий профессионал и настоящий бизнес... Я даже не хочу говорить бизнесвумен, бизнесмен, человек бизнеса, Елена Андреева, президент холдинга охранных предприятий «Бастион». Здравствуйте, Лен. Здравствуйте. Напомню, как всегда, наши координаты 6510996, московский телефон, есть сайт финам.фм. Смело заходите на страничку программы «Вдоли», оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы. Мы, как обычно, говорим о «Доле женщины в бизнесе» и о «Доле женщин в бизнесе». Лен, что сегодня из себя представляет холдинг «Бастион»? Это ряд охранных предприятий, ведущим из которых является агентство «Бастион», которым я владею с 1993 года. Предприятие 20 лет исполнится в мае этого года. И часть компаний, которые образованы совместно вместе с собственниками ряда бизнесов. Но оперативное управление находится в одних руках, поэтому мы считаем объединение предприятий холдингом. Сколько человек в вашем подчинении непосредственно? Ориентировочно колебалось за эти 20 лет от 600 до 1500. В основном мужчины? Преимущественно мужчины, но сейчас есть и женщины. Это связано с необходимыми процедурами досмотра на ряде предприятий. Когда есть обоснованные предположения, что человек может выносить ценную продукцию, его надо досматривать. В этом случае человек должен быть одного пола с тем, кого досматривает. То есть я так понимаю, что услуги охранного предприятия холдинга далеко выходят за пределы личной охраны отдельно взятых граждан или даже каких-то там организаций. Что вы делаете помимо, я не знаю, есть секьюрити, которые ходят за каким-то человеком, есть охранники, которые стоят на каких-то важных предприятиях, типа ювелирных, да, наверное, и не позволяют людям ничего вынести, пронести, там, или в монетном дворе, да? Что еще? Ну, личная охрана, это уже за 20 лет практически сошла, во многом минимизировалась. Это где-то в 90-е годы считалось модно, чтобы почти у каждого предпринимателя были важные охранники, и это была часть имиджа. Сейчас это достаточно дорогое удовольствие, издержки на всех предприятиях в целом минимизируются, и охраной пользуются только люди определенных должностей, которые имеют право распоряжаться достаточно серьезными финансовыми средствами, то есть право крупными распоряжения финансовыми капиталами. То это достаточно обременяет людей, вот, присутствие постороннего человека. Ну, подождите, вот ездишь по Москве, постоянно видишь, едет одна машина, а за ней обязательно джеб-охраны, или это уже какая-то совсем другая история? Ну, не так много, не так много, то есть в определенных случаях перевозки ценностей, инкассация, сопровождение государственных лиц или людей, которые действительно приезжают артисты, которых нужно оградить от чрезмерного внимания. То есть среди бизнеса нашего уже как-то подуспокоились люди в вопросах личной безопасности? Да, если нет безусловной целесообразности, то есть прямых угроз, которые поступают, то, конечно, никто на это зря денег не тратит. С другой стороны, естественно, что прямая физическая охрана, хотя это основной источник стабильной прибыли предприятия, все-таки это не то, за что выбирают охранную компанию. Важно обеспечить комплексные услуги по безопасности. То есть в большей степени это способность предотвратить какие-то правонарушения, например, потенциальное хищение на предприятии, утечку информации, разглашение коммерческой тайны, организацию хищений. Сейчас, если мы говорим о коррупции, что чиновники хотят, вымогают взятки, то такой же условно процесс происходит и на предприятиях, так называемый коммерческий подкуп. Например, мы все хорошо знаем из средств массовой информации, в том числе, что разместить продукцию в каких-то определенных торговых сетях к определенным образом часто стоят определенных откатов для тех компаний, которые размещают. И нам часто приходится бороться с тем, что менеджеры, причем абсолютно в любых организациях, просто в отделах пиар, в отделах коммерческих, в отделах продаж, в банках при проведении сделок, норовят поучаствовать в так называемом откате. То есть тот менеджер, который проводит, говорит, или пытается завысить цену для своего работодателя, или, наоборот, каким-то образом осуществить преференции для заказчика, чтобы получить себе такой некий откат. То есть получается, что на самом деле у вас деятельность уже не охранная, а прямо-таки какая-то детективная? Нет, это комплексное обеспечение безопасности, потому что, если говорить про конкурентную цену, стоимость охранника, то есть есть, например, не секрет, что на рынке много работает сотрудник вахтовым методом, или, например, что сотрудник, который проживает в Москве и Московской области, он явно стоит дороже, чем сотрудник, проживающий в каком-то региональном центре, из которого можно доехать, или не говоря про такие более отдаленные регионы. И они спокойно могут приезжать на 10 дней или на месяц. Отработал месяц, лёжа и спя на своём рабочем посту, получив какую-то минимальную зарплату, уехав на месяц к себе домой. А сотрудник, который работает в Москве, взять хотя бы там проезд к месту, то есть сама минимальная корзина, стоимость проживания в Москве стоит дороже. И поэтому, естественно, мы не можем работать за минимальные деньги. Поэтому если говорить про общую, можно ли найти дешевле охранника? Да, можно. Но можно ли обеспечить, есть определённый уровень, обеспечить способность охранника не украсть то, что он охраняет? Да, то есть, потому что ведь мы, как компания, отвечаем, у нас есть субсидиарная ответственность за действия охранника. Если он там проспал, некорректно выполнил свои какие-то обязанности, то мы, как предприятие, должны будем возместить ущерб за украденное. Ну, а потом охранник тоже ведь бывает разного, разной квалификации. Это может быть как сторож в детском садике, совершенно номинально сидящий человек. Если вдруг что, то мало, наверное, если у него даже есть тревожная кнопка, единственное, что он сможет, так это её нажать. Да, то есть обратиться к коллегам за помощью. Поэтому речь идёт, если говорить о конкуренции на рынке, не по стоимости услуг, не по стоимости. И нельзя говорить, что у кого охранник дешевле, тот выиграет заказ или выиграет работодателя. А у кого охранник умнее и бдительнее? Нет, у того, кто способен обеспечить комплексную безопасность. Изначально сказать, где есть слабые места в обороне, или, скажем, в режиме безопасности, что снижает режим безопасности объекта, и каким образом предотвратить потенциальный ущерб бизнесу. И это именно охранник должен определять? Нет, это именно ведь компания по безопасности. Ведь можно же просто взять, как вот в некоторых предприятиях делается, администратора, который как бы выполняет функцию пропускного режима, будто бы это охранник. Но в этом случае это как любое непрофессиональное действие. То есть он обеспечивает какой-то определенный очень узкий спектр выполняемых обязанностей. Считает, например, это может быть секретарь на рецепшн. Ну, по факту. Просто когда мы говорим охранник, у большинства людей все равно ассоциация одна — это такой шкаф в костюме с непроницаемым лицом, который практически не разговаривает и просто физически закрывает с собой вход или прикрывает с собой человека. То есть мы, к сожалению, стереотипами мыслим и не допускаем, что у этого человека может быть какую-нибудь еще интеллектуальная деятельность в этот момент происходит, когда он охраняет, что он бдит, что он смотрит, что он сопоставляет, логику какую-то включает. И что он не просто там физически присутствует, как в том анекдоте, а еще я в нее ем. А что он действительно осуществляет какой-то комплексный подход. То есть ваши охранники — это люди с высшим образованием, получается? Нет, далеко не все. Нет, речь идет об алгоритме. Вот скорее система безопасности заключается, вот если охранник стоит как шкаф, и какие-то осуществляет действия, препятствующие людям, нагло разговаривает, плохо досматривает сумки, вот хамит людям, которые обременяют нас в обычной жизни, это зачастую вопросы его организации и непрофессионального подхода руководства к охраннику. И мы исходим из того, что украсть, вот, например, компания может любой, начиная от топ-менеджеров, заканчивая нашим же охранником. Он такой же человек, как и все. Почему охранник, получающий небольшую заработную плату, вдруг он прям вот звезда, не украшает, его нельзя и не искусить, не взять, и никак не договориться с ним, и он не спит, не ест, бдит за достаточно скромную зарплату. Понятно, что исходим из того, что да, он такой же человек, как все, но он потенциально исполняет эту функцию. И важно так организовать процесс, чтобы пресечь его субъективные желания. Например, вот пункт досмотра автомобилей. Он организовывается, компания. Сначала это просто журнальный учет, записывает журнал. Но может же и не записать, выпустить. Конечно, конечно. Значит, нужно формально установить видеорегистратор, камеру, да, одну, но можно же и закрыть камеру, понимаете, как-то вот незаметно, и в этот момент выпустить автомобиль. Видеорегистратор транспортных средств, номеров, чтобы можно было считывать, изначально сколько автомобилей прошло, взвешивание транспортного средства, не подложили ли как дополнительный элемент. То есть исключить влияние человеческого фактора. Да, да. И, наверное, еще при этом неплохо платить этому охраннику, чтобы он как можно меньше искушался. Да, не чтобы он все-таки работал не вахтовым методом, а был заинтересован в хорошей заработной плате и держался за это место. Сканирование документов, чтобы понимать, что это не дополнительные, не вывозят. То есть есть определенные режимные меры. И точно так же дисциплина, инструктаж, как он должен, что он должен сказать, кто бы мог подумать, что это такая серьезная наука. Продолжим разговор после новостей на Финаме у нас в гостях Елена Андреева. Сегодня в доле Студты Ларсин, президент холдинга охранных предприятий «Бастион», Елена Андреева, 65 10 99 6, московский телефон, наш сайт финам.фм. Заходите на страничку программы в доле. Все вопросы я постараюсь озвучить для Елены. Но хотелось, на самом деле, вернуться к истокам и к истории. В какой семье вы выросли? Вы москвичка. Кто ваш папа и мама? У меня родители физики, закончившие МГУ, физфак, и работающие в области военной физики, резонаторов и квантовых генераторов. Ничего себе. И мама физик. Да. А вас почему-то занесло в легкую промышленность в конструировании одежды. Ну, я изначально тоже занималась математикой и физикой. И даже участвовала в Олимпиадах всесоюзных по математике и по физике, получила рекомендацию Академии наук для поступления без экзаменов на Мехмат МГУ. Но параллельно все-таки была такая, видимо, творческая жилка. То есть я и рисовала, и было какое-то желание себя практически реализовать. Ну и благодаря, может быть, такой изначальной подготовке хорошей, легко было учиться в институте и легко было в дальнейшем. Алгебра и стимонию проверили. Физикой скорее. Ну, иметь системный подход. И потом, может быть, там учиться в аспирантуре, в докторантуре, иметь какое-то свободное время. Вот не корпеть только над учебниками. Я была ленинским стипендиатом. То есть у меня в институте не было ни одной четверки за экзамены. Это так получалось просто от того, что вы одарённый человек, или вы намеренно вот оттанили так? Нет, от того, что была очень хорошая подготовка, изначально превышающая требования, может быть, института. То есть я вообще изначально выбирала между физтехом, где тоже хотелось учиться, и к чем-то более прикладным, творческим. Почему-то вот в последний момент, причём вот как бы решила за последние полгода, что хочется же, хочется быть более творческим человеком. И вы закончили институт лёгкой промышленности в начале 90-х, когда, в общем, модельеру, дизайнеру и конструктору, мне кажется, в стране, ну, просто нечего было делать, потому что кушать всем хотелось, а не красивую одежду покупать. Или я ошибаюсь? Работать было всегда интересно, просто совершенно разный подход к промышленности. Во-первых, была очень сильно развитая промышленность, практики на огромных советских конгломератах, заводах, технологических линиях. Но мода-то не было. Промышленность была, а мода не была. Ну, была хорошая организация. Были дома моделей, были системные промышленные коллекции. Товары всё равно продавались в магазинах, которые всё равно раскупались. То есть была, можно сказать, своеобразная мода, просто изначально был подход, наверное, не высовываться. Вот как-то оно какое-то было скромное, среднеусреднённое. Но, с другой стороны, нам творить в ВУЗе никто не мешал. И у нас были курсовики, которые мы ярко носили, были совершенно ярко выраженным таким творческим пятном в жизни столицы. Да, но всё равно вы заканчиваете, и дальше куда идти работать? На большое промышленное предприятие, к конструкторам? Да, большая часть могла идти на большое промышленное предприятие, но меня всё равно интересовали разные инновационные технологии. Я, с одной стороны, получила распределение на одно из предприятий авиационной промышленности для производства специальных изделий, потому что мне было это интересно. И параллельно я занималась наукой. Но в те годы был очень высокий конкурс в аспирантуру, немыслимый, потому что всё-таки учёные и преподаватели вузовские были во многом элитой. Это было общество, потому что был очень большой отпуск, в два раза больше, чем у всех остальных, и зарплата значительно выше. И ничто не предвещало вообще вашей сегодняшней деятельности. А правда ли, что вы вообще задумались об охране как о каком-то бизнесе после того, как поняли, что вам нужно охранять свою собственную меховую коллекцию? Да, я изначально, когда защитила в институте свою диссертацию, я создала новую технологию, которая позволила мне создать первый капитал. То есть у нас был арендован огромный цеха, работающий по принципиально новой технологии, без шовной одежды. К сожалению, сейчас такое оборудование просто исчезло, поэтому производить его достаточно сложно, потому что требуют затраты на создание оборудования технологического, промышленного. Но в те годы я очень хорошо на этом заработала, и у меня были швейные, текстильные, трикотажные, меховые подразделения. А мех закупался единовременно, выгодно было закупать шкурки. Сразу много. Да, сразу много. И поэтому, конечно, оставить закрытое помещение, уйти, где лежит огромное количество дорогого меха, было невозможно. И в тот момент как раз возник вопрос об его охране. Мне сделали уходящие сотрудники из Комитета госбезопасности предложения профинансировать создание предприятия. Я изначально выступала как инвестор. А вы с этими сотрудниками где познакомились? Сотрудниками один из соучредителей кооператива, в котором мы реализовывали нашу технологию, был сыном руководителя крупнейшего руководителя КГБ. Отлично. Это только в Москве бывает, как обычно мы говорим, что когда ты оказываешься в нужное время в нужном месте, о начале 90-х, это как раз и было то самое время. Но, с другой стороны, вы женщина, и вы оказались в начале 90-х, лихих, в середине самого, наверное, страшного, самого хаотичного и самого мужского бизнеса, который только может быть. Как все-таки вы решились взвалить на себя эту махину? И вот Рита спрашивает у нас на сайте, как вам пришло в голову заняться мужской работой? Или вы тогда даже не отдавали себя чувству, что эта работа мужская? Нет, изначально я выступала как инвестор, потому что два года мне приходилось вкладывать огромное количество денег в лицензирование компании. Аренда оружия стоила, то есть каждый новый пистолет стоил, пистолет Макарова, его аренда стоила достаточно дорого. 600 долларов, по-моему, стоила лицензия на каждого человека, да? Да, в то время, когда квартира однокомнатная стоила 5000 долларов в Москве, поэтому должно было быть несколько лицензий, там две лицензии, чтобы взять в аренду один пистолет новый. И это были системные, то есть два года это постоянно просто вкладывалось, 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 связано с расширением вот просто сотрудников, которые способны были выполнять задачи. И я, естественно, как человек, тяжело заработавший каждую вот копейку инвестируемую в этот бизнес, потому что все, чтобы было, нужно было создать и продать изделия, доставить покупателю, получить эти деньги, получить вот разницу, прибыль, которая доставалась, ну вот буквально... Вы же были совсем юной девушкой, вам, наверное, же хотелось в конце концов там отдыхать и самой красивой одеваться и мир посмотреть, ну я не знаю. Ну для этого нужно было, наверное, тоже ресурс, чтобы посмотреть мир, как-то красиво одеваться, что было самое главное, интересно, чем заниматься. И я контролировала, вот как изначально я поступала, как инвестор и финансовый директор, просто если участвовала во всех переговорах, во всех процессах, чтобы понимать, куда я вкладываю, зачем, и не потерять больше сдержек, чем было бы нужно. А потом оказалось, что, видимо, математический склад ума позволил мне, как мне показалось, лучше участвовать в процессе, чем некоторые мои профессионалы. Мужчины. Да, потому что, может быть, есть такой подход, подход со стороны заказчика, когда ты понимаешь, что от тебя хотят. Ну, ведь, наверное, а вы помните вообще первые, первые, какие-то первые ваши дела, за которые вы уже взялись, как директор охранного предприятия, а не просто вот эти люди охраняли ваш бизнес? Вот к вам пришлись с какой-то проблемой. Как это вообще началось-то все? Ну, изначально ставились, была необходимость охраны просто объектов, ставилась охрана на объекты. А после того, как предприятие стало развиваться, в те годы возникала основная проблема, это криминальные крыши. То есть сейчас это трудно представить, но в те годы мы выезжали на так называемые вот встречи, стрелки, мы выезжали по три раза в день. То есть вот, например, у нас был один из объектов склад ликероводочной продукции, так к ним ну, минимум два раза в неделю приходили совершенно различные люди, стучали в дверь, говорили. Теперь вы наши. Да. И нужно было приезжать и обосновывать, почему это не так. Или, например, там ювелирные салоны, то есть обращались к тем, что приходили люди, открывали дверь, разбивали витрину, брали вот просто лапой то, что лежало в витрине, говорили, это ваш первый взнос, через месяц подготовьте следующий транш. А как? А как вот девочка из интеллигентной семьи, с кандидатской диссертацией, ну, хорошо, с бизнесом, красивым, модным бизнесом, конструированием одежды, как вообще вы с этими мужчинами, людьми, вообще, нашли вообще язык какой-то? Нет, каждый же занимался своим делом, и сейчас я как не занимаюсь всеми вопросами, то есть каждый должен заниматься тем, что у него получается. И естественно, что большая часть команды, это у нас профессионалы, юристы из правоохранительных органов, с огромным опытом работы, те, кто занимаются режимом. И тогда у нас был директор компании, у нас были топ-менеджеры, которые курировали. То есть не вы сами ездили на эти стрелки? Нет, я, скажем, стала дополнительно ездить на эти стрелки в какой-то момент, когда стало понятно, что я достаточно успешно провожу переговоры в связи с определенными психологическими особенностями. Оказалось, что у мужчин в целом, особенно в ситуации, когда они эмоционально вовлечены в ситуацию, очень сильно работают вопросы амбиций, доказать, кто круче. И при этом страдает как раз непосредственно клиент. Или он там доказывает, или он боится, он, естественно, может бояться и за свой бизнес, потому что были нередки случаи, что там изжигали объекты, естественно, и наносили тяжкие телесные повреждения, и никто не хотел не пострадать, и все беспокоились о своих семьях, и о своих тяжело заработанных структурах, поднятом бизнесе. И вдруг оказалось, что вы в этом вопросе можете быть прекрасным переговорщиком. Да, вдруг оказалось, что я не рефлексирую, у меня не возникает вот сиюминутного чувства страха, и при этом я точно, сто процентов никому не хочу доказать, что я круче, потому что я уверена, абсолютно искренне, что те мужчины, которые меня окружают, они круче. Но если ты ничего не доказываешь, то ты можешь разговаривать по сути вопроса. И они слышат. Ну, если ты разговариваешь юридически обоснованно, если ты просто спокойно, то есть технология, это на самом деле очень простая. Если кто-то стучит в дверь и говорит, дай мне что-то, это прямое вымогательство. При этом, если ты грамотно документируешь это, не вот кричишь диким топом, то есть есть определенные процессуальные моменты, где нужно зафиксировать, кто, когда, что хочет, конкретно, что он вымогает, что именно, и чем угрожает. То есть должны быть определенные соблюдены моменты. Они должны быть задокументированы, должны быть стойкие свидетели, которые не откажутся от этих показаний. И должна быть корректная поддержка правоохранительных органов. То есть ты должен звонить не вот 0-2, а ты должен понимать, что в тот момент работают подразделения РОПа, идентифицировать то сообщество, которое пришло, написать соответствующее заявление туда, куда нужно. А страх? Ведь страшно же было наверняка. Так вот основной момент, что человек либо вот ему страшно, да, и он цепенеет, да, или наоборот эмоционально бьется в истерике, или не бьется. Вот для меня это оказалось математическая задача. Нет, это просто решение, решение задачи. Фантастическая женщина Елена Андреева. Вдоль из Тоте Ларсен, президент холдинга охранных предприятий «Бастион» Елена Андреева, 65 10 99 6, наш московский телефон, код Москва 495. Заходите на сайт финам.фм, на страничку программы Вдоль, можете спрашивать Елену или комментировать наш разговор. Мне вот ужасно интересно. Сейчас уже, наверное, действительно, как-то, мне хочется надеяться, да, что система устоялась, что уже не всем в нашей стране управляют криминальные структуры. Переговоры вести и решать какие-то серьезные вопросы. Когда было сложнее, тогда в 90-е или сейчас в наше время? Сейчас намного сложнее, потому что в 90-е было достаточно четко понятно, вот белый пушистый предприниматель, который бьется, хочет что-то сделать позитивное и для страны, и для себя, и вот точно кто-то явно нарушающий закон, и у него что-то отнимающие. Плохие парни. Очевидно, то, как вот американские боевики типовые. А сейчас, к сожалению, вопросы уже нет ни белых, ни черных, нет открытого криминала, за исключением того, что ситуация в последние, вот, может быть, года полтора становится во многом напоминающая 90-е годы. Сейчас появилась миграционная преступность, уличная преступность, и по факту достаточно много убийств по найму, и мы уже видим то, что происходит. И сейчас, к сожалению, никак в 2000-е годы мы уже говорили о том, что во многом практически исключены ситуации потенциального заказа убийства или похищения людей. То сейчас мы уже возвращаемся к тому, что в случае конфликтного переговора, вот, конфликта в переговорах, говорим, что надо обезопасить семью и маршруты перемещения людей до дома. Вот мы, ну, даже, если сказать, вот, Филин, большой театр, да, Кашин, то есть это и много случаев, в которых остались, ну, не такой получили большой резонанс публичный, но это совершенно реалистичная возможность практически вот любого человека, вступающего в конфликт, получить кирпичом по голове при ходе подъезда. Ну, а как вообще можно это предвидеть? По каким признакам можно понять, что вот этому человеку сейчас нужно собраться, взять детей из школы, увезти их в безопасное место и нанять охрану? Нет, уровень конфликта, уровень конфликта потенциального, то есть, насколько, это, ну, вопросы, они связаны с чем? Что иногда бы, вот прям, очевидная ситуация, когда выгодно, чтобы, ну, человека не было. То есть, нет человека, нет проблемы. Нет, вот буквально там, там, три недели назад конфликт между собственниками бизнеса и при вот выяснении сути конфликта обнаруживается, что основные ключевые каналы управления бизнесом, вы понимаете, есть сейчас много компаний так называемых SPV, которые находятся в офшорных зонах зарубежных и они контролируются через управляемых гендиректоров и естественно кто-то ими управляет, да, то есть где-то находятся вот каналы оперативного управления, они находятся обычно у одного управляющего партнера, так вот если они находятся у того партнера, а на этом конкретном партнере не так безусловно очевидна собственность, ну вот его близким родственникам, то видно, что в случае конфликта его исчезновения, да, или физического уничтожения, то просто ему не нужно будет ничего платить и с ним нечего делить, по факту. И когда человек говорит, ну первое, что рассматривается возможность вашего физического устранения, то о чем вы говорите? Я говорю, ну это просто вопрос, что как вот только этот конфликт реализуется, вот в таком эмоционально напряженном взрывном виде, то это первое, о чем, ну неизвестно же, куда обратится оппонент, да, то есть бывают и недобросовестные так называемые структуры безопасности, которые изначально ему скажут, что ваши издержки по физическому устранению конкурента будут меньше, если ему ничего не выплачивать, поэтому в этот момент сразу строится стратегия, то есть это делается предположение, да, и сразу строится стратегия, предполагающая не допустить такую ситуацию, это так называемые обоснованные экономические повод или причина потенциального заказа наемного убийства по найму, а другая ситуация, она достаточно небольшая, составляет где-то 10%, когда такое желание вызвано чувством эмоционального мести, эмоционального напряжения, когда человек эмоционально оскорблен, хочет отомстить или наказать, то это, если такой конфликт есть, то тоже надо сразу предполагать. Ну и третья ситуация, это когда есть безусловное криминальное прошлое у оппонента, и просто это возможность, которая самая находится в ближайшем, большая степень доступности, то есть легко к ней обратиться. получается, что сегодня вам приходится гораздо больше спектр каких-то механизмов и действий использовать для того, чтобы защитить своего клиента. Это просто разные механизмы сейчас, естественно, за 20 лет стали намного более высокотехнологичные процедуры, как и нападений, хищений, то есть можно ли говорить про утечку электронной информации, про инсайдерскую информацию, то есть когда про потенциальные участия в компромат в конце концов. Ну, компромат у нас-то как раз никто за репутацию не боится, если говорить как-то, мы смотрим на Западе, диссертацию не так написал, уволился с работы, или там заподозрили в каких-то во Франции. СМС-ку написал стриптизерша, больше не министр, ну да, у нас так, конечно, встретился с горничной, да, у нас как раз компромат, мне кажется, что у нас никого вообще не волнует. Нет, скорее просто продать, вот, нет никакой, к сожалению, деловой этики во многом, да, преданности вот компании, то есть надо потенциально предполагать, что любой топ-менеджер может, ну просто взять там, участвуешь в тендере, продать твою смету или твое предложение там конкуренту, то есть от этого защищаться, раньше, конечно, было это невобразимо. Лена, но с другой стороны, если сравнить вашу деятельность в России с деятельностью ваших коллег на Западе, то у вас делов-то побольше здесь будет и работа-то, наверное, поинтереснее. Поинтереснее, но я бы сказала, что и наши службы полицейские работают намного эффективнее, намного более преданные вот своей работе, потому что если говорить ну про многие западные полиции, да, то их можно часто сравнивать вот с чиновниками, бюрократами. Вот 18 часов, я пошла. Да, мадам, говорю, можно ли задержаться там на 15 минут, у нас самолет, нет, в 9 утра ждем вас, а сейчас можем только вот попить вместе пиво или там прекрасно там как-то провести свободное время. Расскажите, пожалуйста, все-таки вот в какой момент вы поняли, что действительно это и станет делом вашей жизни, несмотря на все сложности, на то, что это считается мужским бизнесом, это ваше? Ну, у меня и сейчас есть ряд диверсифицированных бизнесов, в том числе там и производственные, и просто объекты, в которые я инвестирую, просто здесь я получаю большее количество удовольствия и удовлетворения, когда человек делает что-то, что ему нравится, то есть я спокойно, вот я своим клиентам говорю, что я вот готова 24 часа в сутки, 7 дней в неделю подскочить и поехать туда, где что-то происходит. Расскажите, пожалуйста, о людях, которые работают рядом с вами, вот, наверное, приходилось же как-то преодолевать вот этот стереотип, что женщины в охранном бизнесе это какое-то явление не совсем, как женщина на корабле, удачная, и, наверное, смотрели на вас свысока, коллеги, мужчины, нет? Нет, изначально я была финансистом, поэтому их вполне устраивала моя роль, источника выплаты заработной платы и обсуждения финансовых вопросов. А дальше, здесь очень важно у нас командный стиль руководства и вообще мы многие проблемы обсуждаем командно, которые или там какие-то схемы, алгоритмы решений или стратегии развития. И при этом каждый выполняет то, что ему интересно и то, в чем он лучше других. Каких людей вы берете на работу? Какие обязательные качества, требования к ним? Порядочных, ответственных и надежных. Сегодня этих людей сложнее найти, чем в 90-е? Ну, наверное, да, очень высокая степень искушения у людей, когда наши, так я бы сказала, люди, проверенные в боях, что при предложении каких-то более лакомых сценариев, они все-таки останутся, для них важнее быть в команде, потому что, ну, в целом. А как вам удается такой лояльности от них добиться? Не знаю, наверное, это, наверное, просто качество, присущее человеку. У меня, к сожалению, тоже был эпизод в компании, когда один из сотрудников увел 8 клиентов. Ну, это было связано с тем, что в какой-то момент я расслабилась и показалось, что какие-то вопросы может решать и топ-менеджер. Не обязательно мне общаться абсолютно со всеми клиентами, с каждым. Например, там один из объектов была там дача молодого сына одного из крупных чиновников. Подумал, наверное, мне не нужно обсуждать ехать, где будет размещаться наш охранник, будет ли он подметать листья, каким образом будет осуществлять выполнение своих функциональных обязанностей и иных вопросов технологических. И не посчитала нужным познакомиться. В результате, когда этот топ-менеджер посчитал нужным увезти каких-то клиентов, то клиенты спокойно шли с тем, кого они лично знали. Поэтому сейчас я понимаю, что, к сожалению, в России передоверять, ну то есть ты должен всегда держать руку на пульсе, вот не имеешь права вот расслабиться, вот даже какую-то часть бизнеса кому-то передоверить. Должен все равно. То есть вы по-прежнему лично встречаетесь с каждым клиентом? Конечно. Нет, не только встречаюсь. То есть мне важно понимать и чувствовать, что происходит. И знать, что вот они могут, и они должны чувствовать, что они могут позвонить и сказать, вот через час будьте любезны, срочно быть. И вы вот сорветесь и поедете? Конечно. А если у вас лекция по дизайну? Вы профессор, вы читаете лекции. А если ребенок заболел? Не дай бог. А если голова болит? Нет, это вопросы как раз, я бы сказала, кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет, тот ищет причины. Я никогда, я не помню вообще за все время, когда валял ребенок, я не могла куда-то приехать. Ну, всегда, во-первых, есть там помощники, есть организация процесса, всегда можно заменить там любую лекцию. Ну, а вероятность, что одновременно происходят две системные проблемы, она достаточно, ну, вот прям вот в онлайн, я должна вот именно в этот час быть в двух местах. Ну, и, конечно, есть же и заместители, то есть у нас командный, есть команда, которая работает, но формально, конечно, если что-то происходит, конечно, я всегда на месте. То есть у вас не бывает такого состояния, когда просто хочется отдохнуть и гореть все синим пламенем? Да мне интересно работать. Вот я уверена, что и у вас, если у вас есть какая-то интересная работа, вы вот отдыхаете, отдыхаешь, когда есть возможность, отдыхаешь, уехал, ну, не можешь приехать, потому что у тебя нет в стране. Но, в принципе, если есть работа на нее, человек, который ее любит, получает удовольствие, на нее бежит. Я не представляю, чтобы вы тоже сказали, у вас, например, какое-то интересное интервью или интересный проект, и вы скажете, нет, я вот полежу дома там. Ну, безусловно, но, с другой стороны, моя работа, мне кажется, несколько менее ответственная, чем ваша, потому что от вас иногда зависят очень серьезные вещи, включая жизнь людей, и, я не знаю, ну, мне бы просто было, наверное, иногда так вот страшно, если вот сесть, а каким взглядом вообще всю поляну и все перспективы, то, наверное, ну, как-то вот, хотя вы говорите, что вы не рефлексируете совсем, это редко, наверное, это талант сам по себе определенный. Бывают, ведь, наверное, случаются неудачи, и что в таких случаях? Как вы восстанавливаетесь? Ну, мне кажется, что если были бы неудачи, то работать было бы нельзя, потому что, наверное, вот я бы сказала, что я прогнозирую вот течение ситуаций корректно в 99% случаев. Вот то, что касается, вот как будет развиваться и какие вот, ну, потенциальные алгоритмы, что мы делаем, но только вот в этом блоке. Я, например, вообще ничего не могу сказать, я очень плохо разбираюсь в людях, особенно, например, вот, если, вот, как говорится, послушай, что скажет женщина, сделай наоборот, это про меня, то, что касается вот оценки людей, например, я могу знать 20 лет человек, я говорю, это очень верный, преданный, вот, моногамный мужчина, оказывается, совершенно вот, прямо противоположный. Просто я вообще, вот, если говорили, например, как вы думаете, если спросить у меня совета, как поступит там девушка, или как поступит молодой человек, вот это вот, надо послушать меня, и скорее это будет не так. То есть, я очень плохо разбираюсь, вот, в таких каких-то... То есть, вот то, что называется женская интуиция, у вас скорее, действительно математическая логика. Да, у меня скорее в деловом спектре, чем вот я и лично скажу. С нами Елена Андреева, президент холдинга охранных предприятий «Бастион», московский телефон «Финам-ФМ» 6510-99-6, код 495, и страничка «Финам-ФМ» программы в доле в вашем распоряжении, задавайте вопросы, делитесь впечатлениями. Елена, вот очень интересно, сегодня кого больше охраняет «Бастион»? Людей, предприятия? Ну, личная охрана, она составляет меньше 1%, но на самом деле, вот за 20 лет очень сильно изменился состав клиентов. Если 90-е годы, это были банки, казино, огромное количество обменных пунктов банковских, шоу-бизнес, и потом, 2000-е годы, это большое количество предприятий торговли, которые попали в несколько кризисов валютных в стране, а сейчас, как это ни странно, огромное количество производственных предприятий, причем строятся по западным технологиям, с нуля, с высоким уровнем европейской экологической безопасности, и это очень радует. А от чего охраняют их? Чтобы не выносили вот какие-то, там, я не знаю, ценные вещи, ценную продукцию, или от вандализма, например? Ну, в первую очередь, есть охрана периметра, пропускной режим, то есть вынос товарно-материальных ценностей, потому что если продукция вывозится, ну, если производится, то она как-то же и продается, должен быть четкий учет продукции, и четкий учет пропуска, потому что могут произойти же и какие-то технологические катастрофы, может же произойти и просто проникновение, хищение на предприятии, элементарно, если оно не защищается, а дальше уже возникают вопросы производственной безопасности, связанные с потенциально умышленным хищением, или с уже недобросовестной конкуренцией. А вам интереснее работать вот сейчас в таком контексте, или все равно, кого охранять, там, Майкла Джексона или производственное предприятие? У нас очень большой спектр клиентов, и западные компании, и нефтегазовые, и производственные, и финансовые структуры. Ну, работать интересно со всеми, то есть, наверное, важно, чтобы интересно работать, когда возникает проблема, ты способен ее преодолеть вместе с клиентом, и ты чувствуешь его доверие, что здесь самое главное, чтобы вот в онлайн-режиме, когда происходит эта проблема, чтобы обратились к профессионалу. Даже касается вот каких-то элементарных вещей, когда вдруг оказывается, что там чей-то ребенок совершил какое-то вот неосторожное действие, например, а потом там даже попал в какую-то там потенциальное ДТП, или там просто как-то нарушил правила. Если этот вопрос изначально сопровождать, то можно и не потерять права, и не попасть в уголовное дело. А если ждать, что оно само как-то между естественным путем рассосется, то он, к сожалению, на практике наоборот оправдаются самые негативные прогнозы. Борис спрашивает, что помимо личного общения с клиентами важно в вашем бизнесе, и какие ошибки никогда не нужно совершать? Ну, важно технологическое алгоритм обеспечения безопасности, то есть четко сразу понимать, что не субъективный фактор, не мы самые умные, и не охранники самые лучшие, которые не человеческий фактор, а должен быть четкий алгоритм. Система. Да, то есть как они должны встречать, как вплоть до того, что вот если выводят человека, совершившего какое-то правонарушение на объекте, что он должен сказать, за какой локоть взять, и куда, и как повезти, кому передать, чтобы и человек был не обижен, и чтобы вопрос безопасности был закрыт. А ошибки, наверное, это вопросы эмоциональной вовлеченности. То есть, наверное, самое главное, что нельзя переживать и сочувствовать, если что-то происходит. То есть, например, вопиющий алгоритм, если потенциально есть угроза похищения ребенка, то первое, что надо говорить, ребенку, представляете, ребенку 6 лет, например, и родителям, которые бьются в истерике, потому что они слышали прямую угрозу. Отрабатывать с ними устный алгоритм, как будет себя вести ребенок, если его похитят, как он будет реагировать на окружающее обстоятельство, запоминать, что говорят, шевелить пальчиками на руках и ногах, как это при этом находиться, родителям и слушать. Родителям, что будет делать мама, что будет делать папа. Если они переживут вот этот психодовещий момент, то дальше они смогут уже эмоционально не реагировать, а спокойно дальше работать. А вы как переживаете этот эмоциональный момент? А здесь очень важно наоборот. Скорее про меня даже сын говорит, когда, например, я могу консультировать при нем кого-то, из, может быть, тех, кто обращается по его просьбе, ему кажется, что я чрезмерно черствая и слишком жестко в этих ситуациях себя веду. Но мне кажется, что любой, то, о чем говорится, ошибка, когда хочется попереживать и хочется, казалось бы, сказать, по-человечески, даже не говорить, что по-женски, а сказать, боже мой, какой ужас, или как я вам сочувствую, переживаю, то это самое ужасное, что может произойти в нашей работе. То есть все-таки это значит, что нельзя эмоционально вовлекаться в проблему. С клиентом нельзя дружить. Нет, дружить можно, но дружить как-то не вот эмоционально не вовлекаться в проблему. Это то, что касается врачей. Вот я понимаю, почему нельзя оперировать близкого тебе человека. Ну а если страшно? Вам бывает страшно? Нет, если вопрос касается вот моей безопасности, да, или вопросы моего бизнеса, то я настолько, я прекрасно понимаю клиентов, я настолько вовлекаюсь эмоционально, то есть я прямо готова не в панику, то есть я готова там оппонента задушить там руками, дать ему кулаком в лоб от злобы, от вот несправедливости, вот как кажется происходящего с тобой. Поэтому, безусловно, если вопросы касаются моего бизнеса, то им занимаюсь не непосредственно я, а моей командой. Ну, я, наверное, даже говорила не о том, что вот страшно за себя, а просто как страшно жить, когда ты видишь, какие вещи происходят, как люди друг к другу относятся, как партнёры, которые 20 лет вместе строили бизнес, кидают друг друга без зазрения совести, вообще не, ну, я не знаю, воруют друг у друга детей и так далее. Ну, это же, как здесь остаться вообще вменяемым человеком? Наоборот, это вот сейчас я понимаю, что вот я стала лучше понимать детективы Агаты Кристи или какие-то вот западные фильмы, когда там они вот сидят, там какой-то там главный персонаж, вот кто из наследников там его убил. Вот казалось бы раньше, боже мой, как можно кого-то вот у нас в советское время, какие наследники, кто кого зачем, какие родственники, друзья, как можно какие-то близкие друзья и вот хорошее взаимоотношение раньше, а теперь ищите близкого, кто в этом более заинтересован. Сколько вот на элементарном уровне, да, там, внуки бабушек, там, родители детей убивают из-за квартиры, а жены мужей, мужья-жён вообще разговаривают, там, зачем делить бракоразводные процессы, проводить, проще прибить. Это уже у нас стала жизнь такая, как была там на Западе 50 лет назад. Ну это же ужас, что, и вы в эпицентре всего этого. Да нет, это же на самом деле ужас, это когда вот сидит нормальный человек, и с ним это произошло, и он говорит, боже мой, как это могло со мной произойти, я вот предположить не мог. Это точно так же, боже мой, у меня четвёртая стадия рака, да, я вот здесь отбрасываю копыта, а до этого предположить не мог, а раньше ты не мог, вот на первой стадии пойти и совершить необходимые действия. Или когда у тебя начался вот этот вот брачный контракт, может быть, тебе там нужно было с кем-то посоветоваться, а не подмахнуть там, что тебе там подсунули на кухне. Может быть, если у тебя начинается там процесс там по разделу детей, бракоразводные, или там сложный оппонент, или тебе угрожают на переговорах. То есть нормальные клиенты, нормальные, они говорят, вы знаете, у нас при переговорах о завершении дистрибьюторского договора прозвучали какие-то угрозы от нашего оппонента. Будьте любезны, через час приедьте, присоединитесь. Да, и ты приезжаешь, документируешь, кто, что реальность угроз, что за оппонент, кто как, и дальше эти встречи проводятся в сопровождении службы безопасности. Снимаются сразу, и сразу предполагаешь, говоришь, да, вы знаете, вас, к сожалению, чудесное руководство коммерческого департамента и одного и другого могут вечером встретить с кирпичом по голове. Давайте-ка мы вам срочно организуем вот на этот момент сложных переговоров сопровождение. Что в этом страшного? Это просто технологические меры предупреждения ситуации. И туда хоть и, тут, может быть, скажут, вы перестарались, там, перебдили вот на этой ситуации. Да, но, слава богу, у нас никто никого, вот, у моих клиентов в подъездах не встречал, и все живы. И все... Вы говорите о том, что людям, ну, вам приходится быть сдержанной и собранной, что даже некоторым окружающим и близким людям кажется некой черствостью. А есть моменты в вашей жизни, когда вы можете себе позволить эмоционально расслабиться? Ну, это, конечно, свободно. Это в этом близкие люди, друзья и семья. Это как раз вот та сфера, где ты человек совершенно другой. Вот ты на работе. Один заинтересованный и реализующий себя творчески, а вот рефлексирующий, это какой-то дома, наверное, что я, например, очень ценю хорошее отношение с сыном тем, что мы с ним... Он мне позволяет или разрешает мне... С ним я могу поплакать, потому что вот бывает... Быть слабой. Нет, даже не слабой, мы достаточно забавно к этому относимся. Мы так говорим, ну, давай, давай, поплачь лишние. Там отрицательные гормоны, кортизон, выбросить. То есть я считаю, что это как раз таки уровень, близости в семье, когда ты можешь быть каким-то естественным и выбросить вот отрицательные какие-то эмоции, которые, они всё равно же накапливаются, да, вот в течение повседневной жизни. Вам позволяет поругаться немножко? Наверное, я просто иногда бывает... То есть мне важно попереживать, потому что вот когда ты предполагаешь, что ты хорошо прогнозируешь, видишь и работаешь, а иногда же возникает, как у нормального человека, сомнение, а правильно ты говоришь, а правильно ли ты делаешь, хорошо, а можно было сделать лучше, а вот так ли ты... Ведь какие-то есть же и другие сценарии, да, по которым ты не пробежал, вот, или там была слишком вот... слишком там стервой, или наоборот, вот позволила себе там слишком быть мягкой, ну, как-то вот, когда себе в чём-то не нравишься, порефлексировать над собой. Очень важно это... невозможно это вот самостоятельно. То есть важно вот с кем-то поделиться, вот каким-то... какой-то самокритикой и при этом вот расслабиться. Поэтому я считаю, что очень важно, когда есть рядом близкие люди, которым ты доверяешь. А вот то, что вы продолжаете преподавать дизайн, это вообще... откуда время-то на это берётся? Удивительно. Это тоже, ну, такая душина... там, где вы другая. Ну, изначально было очень важно вот видеть к себе критичные отношения, потому что, если ты в бизнесе, ну, вот как вот к руководителю компании, кто придёт и скажет, вы знаете, мне не нравится ваша политика, ваше поведение, или вы лично. Не нравится, до свидания. Ну, вопросы-то какие-то. Заявления по собственному желанию, идите так, где тебе нравится. К чему я буду их выслушивать? Да, новосельцев. Идите. Да. Здесь важно... А ВУЗ — это достаточно такая интеллектуальная, корпоративная среда, которая, тем более, видела меня там с 17 лет, и у них нет никакого пиетета передо мной. Если ты в чём-то, ну, не знаю, там... Спуску тебе там, в общем, не дадут. Да, там, зазнался, то ли пинка тебе поддадут вовремя. Лекарство от звёздной болезни. Спасибо огромное. Елена Андреева. Бастион была вдоль из Тутты Ларса. Спасибо.